Все политические, на ваш взгляд, высказывания являются исключительно моим свободным мнением. Никого ни к чему не привязываю. Просто делюсь мыслями. В предыдущем выпуске. Я в Баку. Ни денег, ни еды не осталось. Может, у вас кусок хлеба старый будет? Чё это было вообще? Я никому не говорил о своих армянских корняхах. Я обязан туда дойти. Нет, нельзя. Мне сегодня везёт на исполнительные комитеты. Почему я сюда приехал? Потому что здесь однажды жили мои дедушки. Тебя кто-то знает? Ты кто такой? Пошёл. Когда я встречаю таких людей, меня разрывает. И я не смогу себе простить тот факт, если я даже не попытаюсь добраться до этой земли, где до сих пор проливается кровь. Приятного просмотра. Габардёба. В Армению еду. Может, до границы? Держи. Лови, лови. Дай я тебя поглажу. Дай мне... Не, ну слушай, ты весь хлеб схавала мой. И даже не даёшь погладить себя. Нормальная ты вообще? Да друг я. Бл***ь, ты... Вот эта маленькая синяя печать в моём паспорте означает две вещи. С этой бумажкой в Азербайджан я уже никогда не попаду. И второе. Мы в Армении. Из предыдущих видео вы уже помните, куда я направляюсь. В место, где 24 на 7 работают снайперы. Стоят пулемёты, автоматы, танки. Идёт война. Сейчас. Я уже пересёк Ереван. Стою на трассе 3 часа ночи. Мы уже по направлению к Карабаху. Завтра, очень надеюсь, мы туда попадём. Ждём рассвета и отправляемся. Да, взаимно рад был встретить. Спасибо большое. Хорошо отобраться вам. В Азербайджане при упоминании армян или Карабаха я видел наливающиеся кровью глаза. По приезду в Армению я сколько с людьми не общаюсь. Про Азербайджан я плохого не слышу. Люди просто следят за тем, что говорят. Нет ощущения, как будто я еду на войну. Есть ощущение, что я еду на хорошую землю. У тебя тоже будет нормально. Здесь машин много. Здесь просто можно. Мы можем там внизу тебя. Просто там голая трасса, люди не останавливаются. А есть определённые места, где все останавливаются. Окей, я тут. Понял, да? Да, да. Всё тогда, удачи тебе. Хорошо вам отдохнуть. Всё, от души давайте. Чем ближе я подбирался к Карабаху, тем тяжелее становилась атмосфера. Реже попадались гражданские автомобили, чаще военная техника. Горные пейзажи смеялись танками. Единственный вопрос, который крутился у меня в голове. Если за десятки километров всё настолько напряжено, то, что будет дальше. А куда идти? Может, подвезём? Может, чем-то можем помочь? Да я не знаю. Помочь вам. Чем можем помочь? Может, убить, да? Ну да, да. А можно ставить, да? А можно одну? Ночлег, еда. В этих краях даже не спрашивают, нуждаешься ли ты. Просто берут и открывают тебе двери. Друзья, ни для кого не секрет, что после посещения Нагорного Карабаха мне пришлось покинуть свою страну и искать убежище в Армении. Кстати, власти уже выдали квартиру, выглядит она примерно так. Но, покидая свою страну, я взял с собой чересчур мало средств. И сейчас мне приходится действительно выкручиваться. Сейчас будет реально полезная информация. Кэшбэк, мега бонус. Как это работает? Мы покупаем вещи в интернете и получаем до 40% кэшбэка обратно. Причем получаем в любую точку мира и самым удобным для вас способом. Даже деньги могут приходить на телефон. Тысячи магазинов, известные бренды, как Алиэкспресс, МВидео и прочие. Если вы волнуетесь за посылку, то вы можете ее отслеживать. Это просто и удобно. Как подключиться и начать экономить? Нужно всего лишь скачать расширение для вашего браузера и в один клик подключиться через социальную сеть. Все. Вы закупаетесь вещами, а мега бонус автоматически переводит вам деньги. Все просто. И да, до 11 августа вы получаете плюс 31% кэшбэка по моей ссылке в описании. Экономьте деньги с умом. Я отсюда полечу? Ну номер у тебя есть, да? Да, есть, есть. Если что, братан. Если чем можно помочь. За все. За все спасибо большое. Да нормально все, братан. Все. От души. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думал, вот там какие-то руины. Что? Руины. Ну, дома. Панель. Останки. Здравствуйте. Останки домов. А, Абель Акнель. Да, да. Да, но они там просто видны. Они там большие. Вот я к ним направляюсь. Здесь ступит, мол, отсюда можно завидеть. А, спасибо. Сейчас. Наверное, мы можем это выйти. Да, ну да, да, да. Прямо спускайся и налево. Там асфальт. И главное, дорога. Спасибо. Пожалуйста. Ловите факт. Азербайджан считает Нагорный Карабах свои территории. Но между Азербайджаном и Карабахом с расставлены минные поля. Пересечь в том месте границу считается преступлением. В то время как с Арменией можно просто заехать через контрольный пункт, показать паспорт и оказаться здесь. Впрочем, как я вчера и сделал. Мы по месту. Нагорный Карабах. Здравствуйте. Мы оттуда смотрим. Хлаг Белоруссии. Да. Я в Степанакерд. Ну, как надо. Венцо, шашлык. И где остановились? У Сару? А просто люди с дороги подошли, познакомились, приютили. Дело в том, что у меня гостиница. Вот это тридцатная гостиница. Ага. Да. Я в Степанакерде. Это маленькая-маленькая столица Нагорного Карабаха. Здесь бои не ведутся. Все стрельбы идут на границы. И для того, чтобы попасть в приграничные зоны, нужна аккредитация. За ней я сейчас иду в МИД. Если мне разрешат, тогда мы с вами поедем и посмотрим места, где свежие-свежие раны на земле. Даже для нас эта территория с Аккреди. Даже вы туда не можете попасть. Да, вы можете мимо проехать. А там сейчас действия и будут? Ну да. Да. Бэно. Да. Место, куда я хотел попасть, называется Агдам. Это просто мега разбобленные руины. Там ничего практически не осталось. Там сама атмосфера. Мне подсказали еще одно место. Оно от границы находится на таком же расстоянии. Это Мартакерт. Но для того, чтобы туда попасть, нужно опять же регистрироваться. А зачем тебе было? Агдам? Я не Мартакерт. Мартакерт. Свою вещь, а не мальчисто. Спасибо. Я вот только одного понять не могу. Как здесь люди живут, зная, что в любой момент может начаться? Время? Да. А что сделать? Ну, с этим смирились или привыкли как-то? Как это? Ну что, привыкли. Мы не смирились с этим. Почти все родные. Матери, отца, моей семьи. Все в России. Я не смогу. Я не могу уйти отца. Я должен. Родная земля. Родная земля. Вообще, Карабах, он небольшой по сути, да? Нет. Небольшой, небольшой. Ну, значит, не заблужусь. Марк. Добрый день. Здравствуйте. Сейчас. Чем могу помочь тебе? Сейчас все хорошо. Зажигалку только, если можно. Туришь? Да. День, поставь в кармане, брат. Куда? Вам? Ну, тебе. А может? Тебе нету? Ну, поставь в кармане. Влад, Влад, дику сказал. Сейчас я спрошу. Здравствуйте, до Марта Керт доедете? Да? Сейчас, секунду. Все. Спасибо большое за все. Удачи. Марта Керт. Я не скажу, что у них это получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Бары. Хорошо. Чем можно помочь? Да, я не знаю. Что тут посмотреть? Тут такая атмосфера тяжелая. Откуда приехал? С Беларуси. В ту сторону пока прогуляюсь. Поищу что-нибудь. А тебе помогать? Не, я понял. Все хорошо. От души. От сердца спасибо. Я нахожусь в среднем. Школе. Обстрелянные стекла. Где-то отсутствуют окна. Прямо в здании. Дыра от снарядов. Жесть. Лампочки везде повыбивало взрывами. Вообще нигде нет. Какая жесть. Здесь ходишь. И ощущение, будто сейчас провалишься просто. Средняя, мать его, школа. Это типичный кабинет. Кабинет школы. Боже. Как это жестко. Голые стены с... Дети учатся в обстрелянном классе. Блядь, вы просто посмотрите, сколько тут следов от пуль. Здесь просто все обстреляно. Закрыт. Здравствуй. Здравствуй. Я Гор. Я Влад. Я с Беларуси. Очень приятно. Что тебе надо брать здесь? Я просто посмотреть. Я в шоке от школы такой. Там окна вообще отсутствуют. Это в той стороне, да? Там не работает. Можно это увидеть вообще? Хода нет. Я понял. Ну ладно, тогда я пойду дальше. Я чисто посмотреть не... Здесь учатся сейчас, то есть это действующая школа. Кусок школы, точнее. Работает, да, школа сейчас? А вот это что? Там спортзал. Ну, ход на первый этаж. Спортзал как посмотреть можно? Спортзал, брат. Ты первый этаж не учишь? Ну, здесь ходу нет. Нет, да. Спортзал. Ну, если хочешь, брат. Можешь. По крыше? Не-не, провалится вдруг. Все, недавно заделали вот это, да? Действия были. Пойду прогуляюсь еще дальше. Я так вокруг города вхожу. Давай, брат. Ну, если тебе можешь помоги, скажи мне. Не, все хорошо, спасибо. Я бы хотел подобрать слова, но у меня не выходит. Одно дело ходить по Чернобылю, где атмосфера чисто смерти и несуществования живого. Здесь есть жизнь, но ее так тяжело называть. Здорово. Баря, здравствуйте. Откуда? Беларусь. Беларусь. А как там жизнь? Ну, получше, чем тут, наверное. Здесь или в Альмении? Здесь. Здесь Афганистан, там, в Америку, на месте. Беларусь сразу, знаешь, на Карабаху, что ли? Беларусь – это великая страна. А здесь что? Карабах тоже? Да здесь Афганистан. Здесь только снаряды увозят туда-сюда. Здесь что? Да? Да, конечно. Куда пошел? Барев. Барев, шат Барев. Я на Ганзасар. Ганзасар? Сейчас. А, волки, шакалы дороги кутают тебе. Волков много? Волки есть? Волки тоже есть, шакалы знаешь? Ну... Это, как и сейчас? Медведь тоже есть. Медведь много, да? Да, не знаю, что ты сейчас куда пойдешь ночью, а где будешь спать? Не знаю. Как не знаешь? Ну, вот так. Иди в магазин и спи. Не, не, не. Я ключи даю тебе, утром прихожу. Не, я до Ганзасара доберусь сегодня, поверьте. Даша, иди. Кошел! Спасибо. Вперед! До свидания. Пустые кафе и гостиницы, мертвые улицы. Примерно город выглядит так. Его называют местный, как вы уже поняли, Афганистан. Здесь чисто, вот, через него снаряды провозят, провозят туда, на линию фронта. Люди здесь живут просто в ожидании, в смирении, я не понимаю, как это назвать. Просто в любой момент, в любую секунду раз и началась снова война. Больше тут смотреть нечего, вот, все, что вы видели, руины и среди них жилые дома. Вот такая здесь жизнь приграничная. Оказалось, что я выбрал мертвую трассу. Движения в моем направлении не было. Я был вынужден остаться на посту милиции, где меня накормили и дали крышу над головой до того момента, пока не появится машина. Искренне советую всем посетить это место. Атмосфера, эта тишина, ни камера, ни словами никак не передать это. Вообще не получится. Но, главное, не зайдите на чужую территорию, потому что могут возникнуть проблемы, а в худшем случае... В Россию вы можете выезжать? Ну, я оттуда недавно приехал, вот там в октябре. Это спокойно, да? Ну да, там спокойно. Оттуда спокойно отпускают, а отсюда не отпускают. А, да, вот. Поезжай сюда, короче, туда ездишь, заем. Оттуда спокойно отпускают, возвращаются на родину. А когда отсюда едешь туда, везде проверяют, кто ты Вася, почему ты Вася, зачем Вася. Ну, вот так, типа, для людей, посторонних, тут не идет никакая война, тут будет спокойно, что у него только на границе. Только на границе. Только на границе. Но об этом только в курсе. Поэтому говорю, тут конец света. Отсюда дальше путей нету. Там все пути закрыты. Только один путь, который ты приехал. Через Ереван. Через Армению. Только сюда и обратно. Да, все. Отсюда дальше нельзя туда выйти. Или минное поле, или снайпер. Ну, если повезет минное поле, и снайпер пройдешь, попадешь в плен. В максимум в плен. Если повезет. В максимум в плен. Я просто у кого не спрошу все, да все хорошо, все хорошо. Ну, это все хорошо для нас. Мы знаем все, что хорошо. Все хорошо. Мы уже привыкли к этому, короче. Мы уже привыкли к этому. Все стреляют, что бывает, что там солдат умер, короче, случайно попал, или так, нападение. Но это для нас обычное дело. Мы привыкли к этому. Уже не год, не два, уже сколько? 25 или еще больше? 28. 28, да. Оп, брат мой! Прямо, короче, Канзасад. Сейчас буду ловить. Приятно было увидеться, познакомиться. Сюда, сюда, сюда. Если что, вдруг так встретится. Конечно. Оба. Впервые на экране карабахская распаковка. Люди, которые меня сейчас довезли, дали мне какой-то пакет. Мне просто интересно. Что? Нож. В натуре нож. Красавчики вообще от души. Ну только много, как мне. Вот это подгон. Как раз голодный, как сволочь. Ну, все по старой схеме. Иди сюда. Иди сюда. Карабах это то место, где на закате с уверенностью я могу уйти вдаль. В неизведанную трассу, где нет никаких живых сел. Зная, что меня по-любому подберут даже ночью. Никаких медведей, волков, змей. Ничего не боюсь. Знаю, что меня просто заберут. Не понял. Здравствуйте, Бареф. Здравствуйте. А скажите, а вот эта стенка, это вся из азербайджанских номеров, да? Да, да. Все собраны, да. Застлите, блин. Да нет. Блин, я думал тут город, погулять можно будет. Нет. Нет, нет. Это местная, местная, что это? Пункт охраны? Да. Да? Какой год разный? 94-й. Женат? Пока нет. У нас с этим трудновато. Столько гулящих. Ну, как бы, найти человека, чтобы семью создать. Не дороже. Возможно, но очень сложно. Вот, скорее так. Мне прям с ножиком подарили племя. Ну, есть у тебя? Конечно, конечно. Это вы говорите. У вас такой вот позиция, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пошел. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, отец, спасибо за ночлег. Будьте здоровы. Может быть, еще увидимся. Да. Земля круглая. Давай пообщаться с вами. Спасибо. Доброе утро. На часах 6 утра у нас сегодня масштабные планы. Верю, что все получится. Первым делом мы посещаем древний монастырь в Ганзасаре. 3 километра в гору, и мы по месту. Я сюда пришел не восторгаться красотой, а чтобы немножко с исторической стороны понять, почему Азербайджан воюет за эту территорию, если весь Карабах усыпан монументами, которым свыше 700, свыше 1000 лет. Я не понимаю. Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Кто из Азербайджана есть, напишите адекватно. Распишите исторически. Ну, посмотрите, тысячелетние армянские храмы, кресты. И они просто на всей территории Нагорного Карабаха. Куда ни посмотри, уйди. Без каких-либо предрассудков. Просто исторический момент. Объясните. Я не понимаю. Насколько я понимаю, вам интересно, что внутри. Мне тоже. Так. Фонарик. Кресты. Так. Это подсвечники. Да. Видели когда-нибудь такое? Тысячелетние. Я представляю, что здесь происходило. Хотя нет. Не представляю. Собаки умные, в храм не заходят. Ждите. Ооо. 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 Это чисто из американских фильмов. Знаете. Ооо. Это для молитв. Да. Обязательно. Обязательно. К посещению. Это просто из американского кино. Храм такой. Это называется алтарь. Да. Насколько я понимаю. И что туда поднимать? Ооо. Как же они так? Вот это атмосфера. Вы видите это? Это очень высоко. Это нечто. А что у нас здесь наверху? Это тоже для молитв. Маленькие такие келии. Как их назвать? Я думаю келия. Ой. Сюда наверно не надо. Посмотрите какие здесь открываются виды. Мы коснемся еще природы сегодня. Коснемся. Сейчас хотел сказать, что это самая важная поездка в моей жизни. Потому что я должен был разобраться, кто я есть на самом деле. Пока не вступишь на землю, невозможно понять, твоя она или чужая. Сейчас я понял. Я дома. И мне не важны лайки, репосты. Это видео я сделал в первую очередь для себя, как для личности. А потом уже для интернета и публичности. Все. Счастливо. Как и обещал. Мы теперь на... Мы теперь направляемся на природные места. Парочку. Сирода здесь просто шикарная. И я себя не прощу, если не покажу вам хотя бы два места. Вы только посмотрите, насколько это райское место. Все зеленые скалы очень масштабные. Здесь должен быть развит туризм. Это место, я верю, оно когда-нибудь станет туристической зоной. Я не знаю, с чего начать. У вас такого не бывает, когда вам нечего сказать? У меня вот в последнее время очень часто. Это водопадик. Да, он небольшой. Но ты сейчас просто немножко будешь шокирован. Ты просто посмотрите на это. No way. Обалдеть. Я не понимаю, как это вообще возможно. Это мхово-каменно-пещерный какой-то водопад. Быстро ныряю туда. Смотрите и запоминаете. Смотрите. Мховые какие-то. Боже мой. Пища. Че это такое? Как это? Пожалуй, я разбавлю эту красоту капелькой правды. Мое мнение по поводу того, почему здесь идет война. В Карабахе добывают золото. Я думаю, вы уже примерно понимаете, к чему я веду. За войну нельзя ненавидеть народ. За войну нужно ненавидеть власть. Потому что именно из-за их корыстных целей и страдает, гибнет мирное население. 28 лет проливается кровь не за территорию, а потому что кто-то там сверху хочет больше бабла. Здравствуйте. Скажите, а ваш директор, директор ваш на месте? Да. А где его можно найти? Сейчас провожу. Да? Да. Здравствуйте. О, узнали? Не забыли? Здравствуйте. Да, но я хотел спросить, можно у вас где-нибудь душ принять? Душ организуем, но можно. Чай, кофе. Признаюсь, я очень долго ждал этого момента, когда я вскрою перед вами карты. Вы 2-3 года знаете меня как Влад Мага, но настоящая моя фамилия звучит Мавсесов. Если копнуть глубоко-глубоко в историю, то она звучала как Мавсесиан. Да, согласен, звучит непривычно. Всем привет, я Влад Мавсесиан. Суть не в этом. У меня есть корни карабахские, и я пытался найти здесь родственников. Из-за того, что фамилия Черестюр популярна в этих краях, ничего не получилось. Я подумал, что хотя бы найти могилу моих предков. Здесь существуют средневековые кладбища. Но есть один факт, от которого вы просто жутко удивитесь. Однажды пришли дядечки в военных формах и бульдозерами скопали кладбище, как просто поле с картошкой. Останки, вот эти хачкары, нагробные кресты погрузили в машины и скинули в реку. Бульдозерами кладбище. Теперь вы понимаете, насколько здесь сильна ненависть помеж двух сторон. Что ж, банда, вот такая поездка сложилась на этот раз. Чересчур много эмоций разных пришлось через себя пропустить, но вам это через экран никогда не понять. Можете просто подписаться на канал, а можете этого и не делать. Главное, не забывайте свои корни, и кем бы вы ни были, оставайтесь всегда человеком. С вами был Мага. Обнял. На тот момент я видел Карабах именно таким. Сейчас в моей жизни много чего поменялось, да и про Арцах я теперь знаю куда больше. А значит, ждите продолжения. Скоро я покажу Карабах вам таким, какой он есть изнутри. Ну а на тот момент моя цель была лишь одна. Понять, где же мой дом. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ